В студии первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Сахая-Кутия Осипова Татьяна Матвеевна. Тема нашего сегодняшнего разговора это ход кормозаготовительной кампании в сложившихся условиях нашей республики. Как вы знаете, Министерство сельского хозяйства Республики Сахая-Кутия является органом исполнительной власти, который занимается выработкой и реализацией государственной аграрной политики. На сегодня Министерство сельского хозяйства реализует две государственные программы. Первая программа это развитие сельского хозяйства, сырья и продовольствия. И вторая программа, которая была принята на уровне и в целом Российской Федерации, это комплексное развитие сельских территорий. Соответственно, эта новая программа, она реализуется у нас только с прошлого года. Но, уважаемые участники прямого эфира, пока подключаются, позвольте мне представить краткую информацию о текущей ситуации в сельском хозяйстве Республики. На сегодня наши аграрии завершили весенне-полевые работы. Посевные площади по зерновым составили 10 957 гектаров. Кормовые засеяны на площади 28 211 гектаров. Картофель засеян на площади 6556 гектаров. И овощи открытого грунта составили 1337 гектаров. К сожалению, вы все знаете ситуацию, которая в результате отсутствия осадков. Буквально с мая месяца мы аграрии также определенно испытываем трудности. А так, план по заготовке грубых кормов был доведен в этом году на 457 тысяч тонн. И, к сожалению, по прогнозу, который дают нам наши аграрии с муниципальных районов, прогнозный объем заготовки на местах составит всего лишь 364 тысячи тонн. И вот, как видите, у нас дефицит по заготовке грубых кормов составляет 93 тысячи тонн. Каким образом мы, Министерство сельского хозяйства, совместно с главами муниципальных районов, управлениями сельского хозяйства, планируем восполнить этот дефицит. В первую очередь, сейчас на уровне муниципальных районов создаются мобильные бригады. Мобильные бригады имеют задачу выехать на дальние сенокосные участки как внутри Улуса, так и вне Улуса. Ну вот, как пример я приведу, в этом году уже имеют заключенные договора Мегино-Кангаласский Улус, Чуропчинский Улус с Кобяйским районом. И Кобяйский район должен заготовить для этих двух муниципальных районов порядка более 2 тысяч тонн сена. На сегодня договорные отношения уже заключены. И таким образом, в принципе, вот два обозначенных муниципальных района, они будут закрывать часть дефицита по заготовке сена. В целом, вот на сегодня по той заявке, которая поступила от наших муниципальных районов, у нас в результате деятельности мобильных бригад будет заготовлено на территории республики 33 тысячи тонн сена. При этом, в любом случае, вот мы видим дефицит, который необходимо восполнить за счет приобретения и перевозки за счет других областей. Вот буквально неделю назад наш заместитель министра сельского хозяйства Афанасьев Николай Степанович был в служебной командировке в Амурской области. Были проведены встречи на уровне министра сельского хозяйства Амурской области Туркова Олега Александровича. И наши коллеги аграрии, они готовы помочь. Определены на сегодня 4 района в Амурской области, где готовы их товаропроизводители, во-первых, заготовить сено для нужд республики. Кроме того, они готовы рассмотреть варианты, когда наши мобильные бригады сами со своей техникой выедут в Амурскую область и будут там на месте заготавливать сено. Соответственно, встает вопрос, коллеги, если у нас такой дефицит, какая помощь планируется за счет республики. Естественно, что наша республика не оставит вот с такой проблемой, с такими вопросами наших аграриев. На сегодня эти вопросы рассматриваются и решаются на уровне главы республики, правительства республики. И по поручению главы на сегодня мы готовим, во-первых, обращение в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, правительства Российской Федерации по рассмотрению вопросов возможного возмещения транспортных расходов по перевозке кормов извне республики. И мы, конечно, сейчас в тесном контакте отрабатываем с каждым муниципальным районом, с каждым управлением сельского хозяйства, для того, чтобы вовремя поступили все необходимые документы и обоснования. Кроме того, на уровне правительства республики действует оперативный штаб во главе с заместителем председателя правительства Никифоровым Михаилом Викторовичем. Оперативный штаб также действует на уровне самого Министерства сельского хозяйства, чтобы решать текущие вопросы, возникающие на местах. И я напоминаю о том, что два года назад было принято постановление правительства от 15 июля номером 190 об оказании помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате возникновения вот таких чрезвычайных ситуаций. Какие там направления предусмотрены? Ну, первое направление – это оказание помощи при организации мобильных бригад и выезде мобильных бригад. На сегодня очень оперативно сработали наши муниципальные районы – Олегминский, Тампонский, Хангаласский, Чуропчинский, Таттинский, Мегинокангаласский, Амгинский. И на сегодня они свои заявки по потребности в оказании государственной поддержки мобильным бригадам уже направили в Министерство сельского хозяйства. Это вот первое направление поддержки. Второе направление поддержки, которое предусмотрено указанным постановлением – это государственная поддержка при транспортировке кормов. Ну вот, я уже озвучила, что мы также рассматриваем возможность помощи из федерального бюджета. Поэтому на сегодня необходимо иметь в виду, что на местах наши сельхозтоваропроизводители ни в коем случае не оставлены со своими проблемами наедине. Республика, глава правительства республики на сегодня всячески содействуют и решают эти проблемы, вопросы. На местах работают также как специалисты Министерства сельского хозяйства, так и руководства республики. Вот буквально вчера, позавчера работала группа во главе с заместителем председателя правительства Михаилом Викторовичем Никифоровым в Илюйской группе улусов. Наш министр Александр Павлович Атласов недавно приехал с Татинского тампонского улуса. Николай Степанович сейчас также собирается в заречную группу улусов. И отрадно, что наши руководители муниципальных районов управления сельского хозяйства очень оперативно сработали. И буквально в эти дни направляется группа наших представителей муниципальных районов в Амурскую область, чтобы на месте уже определиться с конкретными сенокосными угодьями и определиться, есть ли возможность заготавливать, допустим, нашим мобильным бригадам. Так, ну вот, уважаемые участники прямого эфира, такая краткая информация, вопросы поступают. Вот давайте тогда приступим к вопросам. Я зачитываю первый вопрос. Так, как будут организованы мобильные бригады? Если я хочу организовать свою бригаду, то к кому мне нужно обратиться? Так, ну вот, я уже сказала о том, что по мобильным бригадам, согласно действующему порядку, будет организована помощь. Мобильные бригады создаются на уровне муниципальных районов. Эту работу координирует управление сельского хозяйства. Понятно, что каждый представитель сельскохозяйственной организации, он самостоятельно, в одиночку не сможет выехать на дальние сенокосные участки. Поэтому на уровне муниципальных районов эта работа координируется. И они уже определенно формируют эти мобильные бригады, рассчитываются затраты по перевозке этой мобильной бригады и объемы сена, которые будет заготавливать данная мобильная бригада. Поэтому я вот посоветую, вот вопросы задали Анатолий Соловьев, пожалуйста, обратитесь в управление сельского хозяйства района. Так, дальше вопросы. Главной задачей является сохранение поголовья крупного рогатого скота и лошадей. В этом году поднимается, вот здесь вопрос, он, видимо, неполный, да? Поднимается ли вопрос организации мобильных бригад за пределами республики? Вот я озвучила, да, вот этот вопрос, что, да, мобильные бригады сейчас формируются, и Чуропчинский УЛУС, он уже конкретно работает над перевозкой мобильной бригады в Амурскую область, чтобы часть объемов сена они заготовили сами самостоятельно. Вот сейчас эти все организационные моменты решаются. Конечно, основной задачей у нас в этом году является сохранение поголовья крупного рогатого скота и лошадей. Эта задача поставлена главой республики перед главами муниципальных районов. Все мы понимаем о том, что в этом году поменялся механизм оказания поддержки, и личные подсобные хозяйства получили на поголовье коров субсидию по 35 тысяч рублей. Соответственно, когда они получили эту субсидию, они взяли на себя обязательство о том, что поголовье коров сохранится в конце года. Поэтому, конечно, это наша общая задача, сохранить наши поголовье. Вопрос в связи с неблагоприятными погодными условиями, какие меры работы ведутся в Министерстве сельского хозяйства? Основные меры, которые ведутся в Министерстве сельского хозяйства, я озвучила. Тем не менее, необходимо добавить о том, что в этом году, учитывая наш сезонный характер сельскохозяйственных работ, мы в первом полугодии постарались провести авансирование субсидий на государственную поддержку. Так, на сегодня уже направлены муниципальные районы и нашим сельхозтоваропроизводителям более 6 миллиардов рублей по программе поддержки сельского хозяйства. В том числе, на выплату субсидий личным подсобным хозяйствам на сегодня направлено уже 1 миллиард 53 миллиона рублей. Что позволило нашим сельхозтоваропроизводителям своевременно закупить горюче-смазочные материалы, закупить запасные части и где-то приобрести и прицепную технику. Так, дальше вопрос. Установлена ли в республике конкретная цена за одну тонну сена? Вот здесь я хочу отметить, что у нас регулирование цен производится в соответствии с федеральным законодательством. И по установлению цены на сено он в перечень не входит. Поэтому конкретно мы не имеем права установить цену за одну тонну сена. Но, тем не менее, учитывая, что у нас проводится работа по оказанию государственной поддержки, Министерством сельского хозяйства подписан приказ об установлении рекомендуемых цен. И по высшему сорту сена за одну тонну установлена цена, рекомендуемая, 6 тысяч рублей. Ну и далее по сортности она идет на снижение. И при установлении договорений между собой наши сельхозтоваропроизводители должны пользоваться этими рекомендуемыми ценами. Так, вопрос. Кто проверяет качество сена? Раньше в ветеринарной лаборатории проверяли сено на качество, сейчас такие работы проводятся или нет. Так, ну, конечно, сено, так же, как и другие виды сельскохозяйственной продукции, является продукцией сельского хозяйства. Поэтому, если мы, к примеру, говорим о закупке сена в Амурской области, соответственно, эта операция, она регулируется ветеринарными специалистами. У нас уже несколько лет работает в Российской Федерации система Меркурий, в которой учитывается вся реализация сельскохозяйственной продукции. И при получении ветеринарно-сопроводительных документов обязательно, конечно же, проводится и анализ сена. И по приезду уже в республику, конечно, наши сельхозтоваропроизводители имеют право обратиться в ветеринарные лаборатории в муниципальных районах для того, чтобы провести анализ. И, кроме того, можно обратиться на проведение анализа в государственное бюджетное учреждение «Служба земледелия», которое находится в городе Якутске по адресу Каландрашвили. Каландрашвили, по-моему, 5. Так, дальше вопросы поступают. В перспективе. Вот интересный вопрос. Спасибо за такой вопрос. В перспективе развития скороспелой отрасли какая помощь предусматривается со стороны министерства в этом направлении? В этом году также руководствами республики поставлена задача работать по развитию скороспелой отрасли. Поэтому в этом году очень активно работали наши поставщики крупные. Это Якутская птицефабрика, это АО «Сайсары» и совхоз «Новый акционерное общество» в части поставки курни сушек. И по информации, уже более 73 тысяч поголовья кур на сегодня доставлено нашим сельчанам. Для того, чтобы они на местах могли заниматься вот скороспелой отраслью. Кроме того, в части поставки поросят у нас активно отработали как Хатаский селенокомплекс, так и крестьянское хозяйство «Сибирь». Ими поставлено более 3900 поросят населению и нашим сельскохозяйственным товаропроизводителям. Конечно, наших участников прямого эфира интересует, как на сегодня идут сенокосные работы в Горном и Намском улусах в условиях оригинального ЧС в связи с лесными пожарами. Мы со своей стороны, конечно, отмечаем о том, что есть отставание по темпам сенокосных работ по сравнению с прошлым годом. Потому что на местах, вы сами понимаете, когда идет мобилизация сельского населения, в основном оно как раз таки и представлено нашими сельскохозяйственными товаропроизводителями. Поэтому вот на сегодня в Горном улусе, если в прошлом году было уже скошено 3149 гектаров на эту текущую дату, то сейчас пока 1000 гектаров только скошено. Это по Горному. По Намскому улусу в прошлом году было скошено 4000 гектаров, в этом году пока 2258 гектаров. Но мы, вот как я уже озвучила, на оперативных штабах в текущей ежедневной деятельности постоянно взаимодействуем с нашими специалистами, с нашими сельхозтоваропроизводителями, с главами муниципальных районов. Поэтому вот по тем мерам, которые мы озвучили, наши сельчане и в Горном, и в Намском улусах, конечно, без помощи не останутся. Так, вот я извиняюсь, да, вот надо было мне вначале, конечно, озвучить, что на те вопросы, которые поступят на якутском языке, я отвечу на якутском языке с вашего позволения. Вот поступил такой вопрос. Вот говорят, что мы, Эрисаков,ars прям аж. Мы, отзывайте ее правильные 되는 правильные 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 главные дела. Продолжение следует... 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 Я хочу заняться пчеловодством. Могу ли я участвовать в конкурсе «Агростартап»? Продолжение следует... 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 Так, уважаемые участники, ну вот я смотрю, в принципе, мы все вопросы так озвучили, да, вот еще один вопрос, то, что касается по урожаю зерновых и овощей, да. Так, ну вот я вначале привела данные, да, что мы посеяли зерновые на 10 900 гектаров и планируем получить урожай не менее 12 тысяч тонн. Так, но при этом все-таки, учитывая засушливый год, засушливое лето, отсутствие осадков, сейчас специалисты Министерства сельского хозяйства выезжают конкретно по нашим муниципальным районам, улусам, и на местах ознакомливаются ситуацией по урожайности зерновых. И по овощам у нас тоже планируется воловой сбор порядка 36 тысяч тонн. Так, смотрим, какие еще вопросы. Так, ну, уважаемые участники, я так смотрю, что на все вопросы я постаралась дать ответы, вот сейчас я пока вопросов не вижу, у нас время 30 минут, да, прошло. Ну, я могу еще дополнить, да, вот общую информацию в части, ну, объемов заготовки молока, да, как у нас идет сейчас компания по заготовке молока. Несмотря на засушливый период, да, тем не менее, наши хозяйства работают, и даже во время вот ограничительных мер сельское хозяйство, наверное, тоже одно из немногих отраслей, которые ни на день не прекращали свою деятельность, как в прошлом году, так и в текущем году. И при этом, конечно же, по нашим предприятиям, организациям АПК, также соблюдаются все меры безопасности при проведении кормозаготовительной кампании, при проведении производственной текущей деятельности. И, в принципе, вот показатели этого года по заготовке молока, да, они не очень отстают от показателей прошлого года. Вот на сегодня, если план доведен 57 тысяч тонн, мы фактически заготовили уже 36 тысяч тонн. То есть в прошлом году, если сравнивать, да, уменьшение только на порядка двух тысяч тонн, при этом учитывая, что были изменены механизмы финансирования. Мы понимаем, что наши организованные хозяйства, наши крестьянские фермерские хозяйства на сегодня максимально выкладываются для того, чтобы обеспечить продуктивность с каждой коровы, для того, чтобы увеличить свою доходность и тем самым обеспечить достойную заработную плату своим работникам. Кроме того, хотелось бы еще озвучить механизмы, которые были внедрены с прошлого года на основании послания главы. Это по направлению финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей. Если раньше по данной статье мы оказывали государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям, которые имеют 100 и более дойных коров, то на основании послания главы этот механизм был изменен. И на сегодня такую государственную поддержку получают еще наши крестьянские фермерские хозяйства, которые имеют 25 и более дойных коров. Буквально на сегодня мы направили более 300 миллионов рублей на поддержку наших хозяйств. Из них более 100 – это наши крестьянские фермерские хозяйства. Точно так же, как поддержка ЛПХ, мы действительно в этом году постарались, чтобы наши товаропроизводители господдержку получили вовремя и смогли подготовиться к своим сезонным работам. И, конечно, все оказываемые меры государственной поддержки мы планируем оставить, сохранить на следующий год. Сейчас как раз-таки начался период формирования проекта государственного бюджета республики на следующий плановый период – это 2022 и 2024 годы. И сегодня мы с вами обговорили несколько направлений государственной поддержки. Как отраслевое Министерство сельского хозяйства мы планируем, что все эти направления сохранятся и на следующий год. Кроме того, наша основная с вами задача – это достойно провести нашу кормозаготовительную кампанию. На сегодня в любом случае ставится задача максимального освоения сенокосных угодий, находящихся внутри каждого муниципального района. Потому что бывают случаи, что сейчас практически в каждом населенном пункте имеется сельскохозяйственная техника и в большинстве у нас механизированные звенья работают на заготовке кормов. Сейчас у нас такая ситуация, что мы должны не оставлять участки, которые возможно косить и вручную. Потому что ситуация такая, что мы учитывать должны все-все сенокосные угодья. И наши муниципальные районы, главы эту задачу знают, понимают и сегодня все прикладывают максимальное усилие для того, чтобы мы смогли обеспечить зимовку крупного рогатого скота, порядка 183 тысяч голов и наших лошадей на 184 тысячи головы. Я думаю, коллеги, если вопросов у нас больше нет, мы можем завершить наш прямой эфир. В конце я бы хотела еще раз напомнить, что у нас работает оперативный штаб. Все вопросы, которые возникают на уровне наслегов, на уровне муниципальных районов, они координируются управлениями сельского хозяйства, специалистами сельского хозяйства, которые находятся непосредственно на территории. И в оперативном порядке отрабатываются с нашим оперативным штабом. Это наш не последний эфир. Мы сейчас активизируем выход и в средства массовой информации, и на телевидение, и на радио. Поэтому все интересующие вас вопросы, конечно, мы в оперативном порядке все будем рассматривать. Всем крепкого здоровья, до следующих встреч. Спасибо. Спасибо за участие, спасибо за интересные вопросы.